приветствую друзья ну наша школа человек будущего homo futurus поэтому помощь ближнему я все время оказывал 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 все участники школы помогали давали советы хоть мы не клиника на помогали наши советы помогали многим и слава богу и теперь любой человек может посмотреть целебный ролик на youtube канале запишитесь кто не знает и там километры километры вот этих вот бесплатных ликбезов не очень много людей собирались и давали друг другу советы и там такой прекрасный через общение поддержка и взаимовыручка и результаты наглядные прямо на глазах поэтому смотрите 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 все это уже сделано много раз сделано это все регулярно и было и сейчас мы переходим к развитию человека у человека свойств и способностей качеств человека будущего поскольку школа человека будущего homo futurus каким он будет будущим человек какими качественными способностями будет обладать какими свойствами будет обладать как он будет взаимодействовать с неопределенностью, сталкиваться с неизвестностью, быстро соображать, принимать в условиях жестких временных ограничений неординарные решения, создавать, изобретать прямо по ходу дела, прямо со скоростью инстинктивных реакций, моментально соображать, что и как надо правильно делать. Это будет как раз таки качество и способность человека будущего. Я вам хочу сказать. Наташа Кузьмина мне сейчас написала. Она говорит, слушай, так много сейчас пишут и говорят, что некие швабы, мабы, ну я не помню эти фамилии, они говорят о том, что нет, человек будет совершенно другой, потому что он будет счастлив, независимо от того, что у него ничего нет, и у него в голове будут микрочипы и так далее, и так далее, и так далее, будет есть насекомых, при этом будет счастливой, и управлять из этого чипа утюгом или холодильником. Но нет, конечно, нет, конечно. А вот как раз таки именно поэтому у нас школа человек будущего, хомофутурус, и наука человечности, и метод-ключ, как инструментарий к этому. Нет, конечно, не будет. Наоборот, человек будет, человек будет более здоровый, более счастливый, более способный, чем мы, иначе наши усилия не имеют никакого смысла. Так вот, мы завтра будем делать ролик с Владимиром Серебряковым, с учителем школы, с которым мы уже делали несколько роликов, удивительных роликов, как он обращает внимание на совершенно уникальные моменты. И вот он сказал, я вот дочитываю вашу книгу, новые приемы «Белые стороны, черные дыры страха», и действительно там, говорит, так здорово, вообще, говорит, никогда такого не встречал, нигде такого не написано, что наблюдая за ребенком, можно определить его инстинктивные действия, и эти же действия для ребенка сделать упражнениями, да, чтобы он лучше управлял своим состоянием. Так вот, человек будущего, друзья. Поэтому мы завтра с Владимиром Серебряковым запишем ролик, очень интересный, познавательный, можно так сказать, полезный, полезный, да, а сейчас я хочу еще рассказать. Очень много людей к нам обращаются, друг к другу говорят, но это же так, как это телефон такой вот, все друг к другу говорят, и все друг к другу ко мне звонят, и заново, и заново просят помочь одному, помочь другому, там помочь ребенку, помочь или соседу помочь. Ну, все время вот эти звонки. Поэтому смотрите, там километры наших бесплатных ликбезов. Еще раз повторяю, запишитесь на YouTube канал, потом, значит, целебный ролик называется, его посмотрите, он так и называется, целебный ролик, его посмотрите, кто не видел. И во-вторых, мы делали эти ликбезы регулярные, и будем делать. И поэтому берите и смотрите их. Там часами прямо, там сразу много советов, мы же не клиника, мы просто советы даем. И эти советы помогают многим выходить из тупиковых ситуаций, из тяжелых состояний. Да, смотрите. Ну, а теперь, я вспомнил фильм, и вы, наверное, помните, там был тоже доктор Хасс. Да? Ну, не я имею в виду. Мертвый Сизм, помните? Газ Рейч, помните? Как он там говорил, этот профессор, что будут люди такие вот, совершенно ничего не будут соображать, и будут под этим газом, будут роботами, да, и будут себя считать счастливыми. Да, я не хочу быть таким, потому что я парень хороший, и вы, ребята, хорошие, и школа наша прекрасная. И поэтому будем теперь переходить на обучение качеств и способностей человека будущего. Именно сообразительность, именно высокая адаптивность, способность принимать неординарные решения в условиях жестких временных ограничений, в условиях неизвестности, использовать энергию напряжения, энергию стресса, энергию страха для решения нерешаемых задач, как стресс-трамплин, что о чем у нас в книге последняя и написано. И так, идем прямо по курсу. Дети, студенты, старшие школьники, молодые люди, кто меняет профессию, осваивает новую деятельность, изучает иностранные языки, переезжает из одного города в другой, или из одной страны в другую, чтобы быстрее адаптировались, быстрее соображали, быстрее понимали, были здоровыми, счастливыми и могучими. До встречи, друзья. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok